Говорит и свидетельствует Насиров. Вышедший вчера вечером за 100 миллионов гривен залога на свободу, экс-глава ГФС сегодня провел полдня в НАБУ на допросе. В каком состоянии, настроении и что поведал следователем, узнаем у Олега Решетника. Он с нами на связи. Олег, я приветствую. Скажи, что-то известно о том, какие показания дал Насиров? Добрый вечер, Алексей. Ну, безусловно, главной новостью вчерашнего дня стало освобождение из-под стражи главы Государства фискальной службы Романа Насирова за рекордную для Украины сумму в размере 100 миллионов гривен. Этот залог внесли за него его супруга и тесть поровну по 50 миллионов гривен. Ну, конечно же, такая сумма не могла пройти мимо специальной антикоррупционной прокуратуры, которая уже инициировала проверку законности этих средств. Мы отримали информацию про наявность, про сплату заставы вчера где-то 19 на 30, где-то так. Одразу же было дручным детективом НАБУ и оперативным подразделом заняться переверкой, власне, джерела и законности, похожей на этих коштей. Зараз вся проверка тревает. Чекаю информацию от антикоррупционного бюро про результаты. Ну, происхождение средств заинтересовало не только специальную антикоррупционную прокуратуру, но и журналистов. Но вот сегодня, когда Роман Насиров пришел к стенам НАБУ на допрос, мы, журналисты, попытались у него узнать все-таки по поводу законности этих средств, но прямо на этот вопрос он отвечать не стал. Я от этого вопроса не отходу. Я не планировал вносить залог. У меня особо таких денег нет. Все деньги, которые есть у меня, они все назначены в декларации, точно так же, как и мальчик. И я думаю, вы уже хорошо за меня знаете, как была внесена сумма. Я очень благодарен своим родителям, что они там смогли найти часть суммы, которой не хватало. Но в меня лично было решение, что этого делать не важно. Я готов был бы отстойвать свои интересы. Знаете, я уже там побывал достаточно времени в следственном изоляторе. И готов был бы находиться там дальше, готовиться звезды, давать все показы звезды. Заинтересовали специальную антикоррупционную прокуратуру и наличие у Романа Насирова паспорта Великобритании. Более того, сегодня глава САП заявил, что уже есть даже официальный ответ из Лондона. А, дескать, Роман Насиров, которого в Украине подозревают в коррупции, является гражданином Объединенного Королевства. Ну вот, что интересно, так же самое мы спросили сегодня журналисты, попытались узнать у Романа Насирова самого, что он об этом думает. Но он ушел от ответа в прямом смысле этого слова. Попытайте, пожалуйста, в них. Я же не знаю, в каких информациях. Банк Украины выкрадено. Ну вот, относительно появившейся информации сегодня о фотографиях с сокамерниками, он сказал, ну, где он якобы сфотографируется со своими сокамерниками в СИЗО. Он заявил буквально следующее, я цитирую. Меня сегодня спрашивали о какой-то фотографии, которой я не видел, но фотоаппарата в камере точно не было. Поэтому я думаю, что это фото-жаба или фотомонтаж. Но он также опроверг информацию о том, что якобы кто-то платил за него деньги для обустройства СИЗО. Ну, пока это вся информация. Студия. Олег Решетняк рассказал нам о первом дне Насирова после залога. Спасибо, коллега, за работу. Спасибо.